Итак, друзья, следующий термин это аэрация. Что же это такое? Вообще аэрация, когда мы говорим о винах, это соприкосновение вина с кислородом для того, чтобы высвободить более яркую, более интенсивную, более богатую ароматику, чтобы аромат стал ярче, стал более понятным и чтобы немного трансформировался вкус, опять же, сделался более мягким, более нежным, более понятным. Самое простое, что мы можем сделать для того, чтобы проаэрировать вино, это по сути открыть бутылку, либо какое-то время дать вину подышать, но это будет не совсем эффективно. Желательно перелить это вино в бокал и, собственно, вот такими движениями начать вращать. Когда у нас вино внутри бокала вращается, кислород активней взаимодействует с вином и, соответственно, активней и быстрее проходит процесс аэрации. Процесс аэрации или вращение вина в бокале мы можем делать не только для красных вин, достаточно плотных, насыщенных, но также и для вин белых. На самом деле, друзья, это еще не все, потому что аэрировать мы также можем в декантере. То есть мы можем переливать вина в декантер с целью аэрации для того, чтобы они насытились кислородом. Далеко не все вина желательно переливать в декантер. Если у нас есть действительно интересное вино с высоким потенциалом развития, оно может быть красное, оно может быть белое, если мы возьмем действительно высокого уровня ту же самую белую бургундию, например, то в декантере это вино раскроется гораздо быстрее и, собственно, станет гораздо понятнее. Для аэрации, друзья, пожалуйста, выбирайте декантер, который по своей площади, внутренней поверхности, будет более широкий, для того, чтобы внутри у нас с вами получалось достаточное количество места, чтобы вино взаимодействовало с кислородом. То есть мы можем этот декантер взять, поворачивать и, соответственно, молекулы аромата и кислорода будут взаимодействовать еще активней. И в этом случае действительно вино заиграет абсолютно другими красками. Как я уже говорил, не только красный, но также белое вино желательно переливать в декантер с целью аэрации, если мы знаем, что это вино действительно высокого уровня и с достаточно большим потенциалом развития.